Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Аккумуляторчик. Продолжаем собирать нашу методичку. Все выпуски методички собраны в специальном плейлисте. Доступны вот здесь по ссылке. Кому интересно, заходите, смотрите. Ну а сегодня мы поговорим о презентации завода ТАП, который производит аккумуляторы такие как ТАП, ТОПЛО, ВЕСНО и Стартер ВЕСНО. Я называю ВЕСНО, потому что ВЕСНА как-то звучит, ну, очень, так скажем, просто, а ВЕСНО звучит как-то посерьезней. Вот такая вот, ну, это идёт в виде как брошюрка, это презентация с официального сайта ТОПЛО Россия, поэтому я её вот хочу вам рассказать и показать. Вообще, завод ТАП, он довольно-таки, ну, серьёзный завод, выпускает такие, ну, скажем, серьёзные батареи, которые считаются одними из самых топовых и самых лучших, самых хороших, которые стоит брать. И, собственно, про них мы сегодня и поговорим. Краткие сведения. Вот здесь вообще представлено три продукта. Производственные площадки. Значит, первые две идут в Словении. Первый – это завод по переработке. Производит порядка 35 тысяч тонн мягкого свинца из 60 тысяч тонн лома. То есть те аккумуляторы, которые мы с вами сдаём в магазин, в утиле, в металлоприёмку, там ещё куда-то, они идут вот как раз-таки на переработку и получают вот этот вот свинец. Вообще, ТАП, он славился тем, что там используется всегда суперпервичный свинец, и об этом некоторые продавцы до сих пор говорят, но вот здесь мы пройдёмся чуть дальше и, собственно, посмотрим, правда ли это. Дальше, значит, вторая производственная площадка – завод. Здесь идёт чисто завод, который выпускает под марками ТАП, топло с годовым воротом, выпуска 3 миллиона штук в год. 3 миллиона штук вторая площадка выпускает, и первая площадка выпускает тяговые стационарные аккумуляторные батареи, то есть это не те, которые мы с вами используем на автомобилях, немножко другие, полтора миллиона используют. И третья площадка находится в Македонии, она тоже перерабатывает сырьё старые аккумуляторы и, тем не менее, выпускает около миллион-полтора штучек наших аккумуляторов. Вот здесь вот идёт история компании. Действительно, сама история компании начинается в 1665 году в области горного дела и металлургии, то есть как раз-таки начинают добывать вот этот вот свинец, который продавцы до сих пор говорят. Первичный свинец используется супервысокое качество, высокая токопроводимость и так далее. Здесь, значит, читаем-читаем, и вот 91-й год, прекращение производства первичного свинца и переход к утилизации отработанных аккумуляторных батарей и других содержащих свинец отходов. То есть как раз-таки в 91-м году они прекратили, значит, добывать первичный свинец и использовать только вторичный, то есть тот, который переработан в процессе утилизации. Поэтому, если вам говорят, что там используется суперпервичный свинец, продавцы, что супервысокая проводимость, это немножко не так. Первичный свинец уже не используется. Далее, значит, здесь реализация программы и так далее, применение. В 72-м году уже началась поставка пусковых аккумуляторов для концернов Fiat, Citroёn, Peugeot и Renault. Представляете, то есть серьезный завод, который уже, собственно, поставлял на конвейер с тех времен. Здесь продажи, это нам неинтересно. Дочерние компании, которые есть за рубежом вот здесь вот в Словении и, собственно, за рубежом. Какие, значит, вот аккумуляторы и кому поставляет завод ТАП? Промышленные аккумуляторы, это те, которые не автомобильные. Идут вот куча куда, то есть это из брендов, это и Toyota, и Deo, и BMW, и Aerobus и так далее. А поставки пусковых аккумуляторов идут у нас вот в эти фирмы. В частности, Volvo. Volvo, кстати, сейчас заказывает в России на заводе исток. Дальше, значит, промышленные пусковые. Промышленные нас, как таковые, не интересуют. Они вот здесь вот использованы. И вот здесь какие, собственно, марки, бренды есть у каждого, из каких подразделок каждого аккумулятора есть. То есть ТАП. ТАП есть Polar, Polar C, Magic, EFB и AGM. В принципе, у всех аккумуляторов, в принципе, кроме ТОПЛО используется одинаковая расцветка. Типа черный это так себе корпус, с синенькими это уже получше, с красненькими это уже супер топчик. Дальше желтенький EFB, зелененький AGM. В принципе, расцветка идет аналогичная. Ну и у ТОПЛО тоже. Только у ТОПЛО идут прям корпуса по цвету. Красная ТОПЛО, это, наверное, знают практически все на этой планете. И когда вот мне говорят, в частности, когда приходишь в магазин, говоришь, а что у вас за бренд? Маратти. Они говорят, да Маратти, это знаете, это та же ТОПЛО, тот же ТАП. Это то же самое. Маратти действительно выпускается на заводе ТАП, но я бы так не говорил, что это то же самое. Во-первых, вот эти бренды, они друг с другом коррелируют в некоторых ситуациях, но это все равно не одно и то же, так скажем. Дальше, значит, пусковые аккумуляторы, значит, изготавливаются по кальциевой технологии, действительно, все так. Дальше идут пусковые аккумуляторы, это вот как раз-таки есть разница, да, спрашивают, ТАП есть с пробками, есть без пробок, в чем разница? Одни идут с пробками, действительно, это, вот они сверху, вот эта вот серия, которая представлена, вот она, красная ТОПЛО, вот этот вот синенький ТАП, весный, стартер весный. А герметичный, это идет ТОПЛО ТОП, идет синенькая, и вот такой вот, такой ТАП с красными колпачками. В частности, вот она весна. Дальше, герметичные для грузовых, в том числе, есть, также идет технология EFB, AGM. AGM многие, наверное, видели видеоролики, где там в них и стреляют в AGM, и пилят пилой пополам и так далее. Этот трюк действительно был актуален, когда только изобрели AGM, потому что AGM, как правило, можно вытащить вообще из корпуса, из моноблока. Вот так вот, только оставить вверх и вот эти пластины. И пока стекловолокно не высохнет, до сухого состояния будет влажное, он будет абсолютно работать. Поэтому, хоть его пили, хоть стреляй в него, он все равно будет работать. Эта фишка, она актуальна, в принципе, для всех аккумуляторов типа AGM. Также вот эти выпускают EFB. Здесь есть вот такая табличка сравнений. Скачайте обязательно, посмотрите. Ссылку на презентацию я оставлю обязательно в описании. Здесь вот также есть небольшая такая картинка о технологии EFB, как она сделана. Но здесь все просто. Если рассматривать, то EFB это модифицированная версия кальциевой аккумуляторной батареи. То есть там используется аналогичная структура. Идет также жидкостный электролит. Но решетки идут, во-первых, армированы специальной синтетической бумагой, которая позволяет дольше сохранять активную массу на пластинах, на электродах. В частности, на плюсовых электродах. Тем самым, увеличивая срок службы также EFB батареи. Они больше, так скажем, предназначены для аккумуляторов старт-стоп и также для глубоких разрядов. Ну и AGM. Ну, про AGM все знаем. Там, в принципе, идут пластины-пластины, а между ними идет стекловолокно, которое пропитано вот этим электролитом или отсорбированным электролитом. И, в принципе, оно вот так вот между ними проставлено. И, собственно, это все дело взаимодействует. Оно позволяет его ставить как угодно, абсолютно этот аккумулятор также пилить, деформировать, ничего из него не вытечет. И работоспособность будет в том числе в первое время поддерживаться. Дальше производят, значит, специальные аккумуляторные батареи, значит, ТАП, таких, Океан, скажу по-русски, да. Ну, это, скорее всего, для субмарин, то есть для катеров. Есть даже там у Оптимы специальные, да, аккумуляторные батареи. Это идет конкретная серия AGM. Ну, я думаю, на рынках, в частности в России, она встречается довольно-таки редко, эти аккумуляторы. Дальше система ТАП МОВЕР семейства. И, собственно, вот здесь информация по прибору для проверки аккумуляторных батарей. Ну, тоже, как бы, их фирменный такой гаджет для проверки аккумуляторных батарей. Вот такая небольшая, так скажем, презентация завода ТАП, конкретно по продукции. Такая некая рекламная брошюрка. Ну, в качестве такой дополнительной информации, почему бы ее, в принципе, не получить. Довольно-таки интересно. Но вот такой вот видеоролик, думаю, он вам был полезен. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok